Всем привет, меня зовут Настя и я знаю, как вы скучали по лайфхакам, поэтому ловите 8 крутых лайфхаков для девушек, о которых раньше вы даже не догадывались. Заинтриговала? Тогда погнали! У каждой девчонки есть украшения, но часто они валяются по разным частям комнаты и из-за этого теряются, поэтому я придумала крутую идею, как их можно хранить. Берем с ними известный попы, он же сейчас есть у каждого, да? И просто раскладываем по ячейкам все свои украшения. Он реально полноценно заменяет специальные органайзеры и выглядит очень прикольно. Причем каждое украшение четко видно и каждый день можно подобрать что-то новое. Все мы пользуемся тканевыми масками для лица, но думаю, ни одно мне обидно, что большая часть жидкости остается в упаковке и мы ее просто выбрасываем. В таком случае берем пустую баночку с пипеткой и переливаем туда содержимое от маски. У меня получилась почти полная бутылочка, которую можно использовать как сыворотку для лица и ее хватит реально очень надолго, так что не забывайте делать так же. Если перед важной встречей ты почувствовала неприятный запах изо рта, то не парься, запоминай лайкхак. Все, что нам нужно, это сушеная гвоздика, от которой нужно оторвать верхнюю круглую часть. Осталось ее пожевать. Она сразу нейтрализует неприятный запах и можно не париться. Грязная раковина в разводах, это уже классика. Может, тут я, конечно, переборщила, но часто она выглядит не очень. И обычная стройка не справляется. В таком случае берем обычный шарик и надеваем его на кран. Перетрезаем маленький кусок, чтобы получилась такая дырочка. Включаем воду и так удобно под любым углом за пару секунд все отмываем. Честно говоря, бедно, что я не знала об этом раньше, потому что это гениально. Осталось нет шарик и раковина выглядит идеально. А теперь покажу вам, как всего одно приложение может помочь и в творчестве, и учебе, и в работе. Это приложение Canva, и здесь можно создать что угодно и на любом устройстве. Начиная от сторис в инстаграм и заканчивая презентациями для учебы. Все шаблоны уже заранее готовы, и это очень удобно. При желании можно создать свой дизайн с нуля или доработать уже существующий под свой стиль. Для этого представлены буквально миллионы фото, видео, шрифтов и много другого. Кстати, интересный факт. Все свои обложки для видео я создавала именно здесь. Смотрите сами. И хоть я и не дизайнер, но тут настолько простой интерфейс, что 5 минут и готово. А самое крутое, что это все бесплатно. Так что скачивайте приложение по ссылке в описании и погружайтесь в мир дизайна. Если у тебя очень не вовремя закончился консилер, но синяки под глазами замазывать надо, то возьми свою пудру и сделай в нее пару пшиков фиксатора для макияжа. Осталось набрать все это на кисточку. Получился самый настоящий консилер, который идеально перекрывает любые синяки под глазами и просто несовершенство на коже. У каждой девушки, которая пользуется косметикой, 100% есть такая точилка. И проблема в том, что часто такие точилки сильно пачкаются и их очень сложно отмыть. Но мало кто знает, что абсолютно в каждой точилке есть такая палочка, которой ну очень удобно все вычищать, и она залазит в самые узкие углы точилки. И также удобно вставляется обратно. Интересно, знал ли хоть кто-то из вас об этом раньше? Напишите в комментариях. Я уверена, что многие из вас так же, как и я, уже задолбались брить подмышки каждый день. Ну реально запарно. Поэтому берем чайную ложку соды, немного кокосового масла и несколько капель лимонного сока. Перемешиваем. Идеально, чтобы вышла вот такая консистенция. И теперь наносим все это на подмышки. Лучше это, конечно, делать ванной, чтобы эта штука не капала на пол. Ну и через минут 15 смываем. Спустя несколько применений волос будет становиться все меньше и меньше. И на этом все. Так что не забывай про свой палец вверх и подписывайся на мой канал. А еще я вас уже жду в своем инстаграме. Я здесь читаю все-все ваши сообщения, лайкаю ваши профили и просто выставляю прикольные фотки. Так что добро пожаловать в нашу семью. А мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин